Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, добро пожаловать в предновогодний выпуск наших интересных новостей. И сегодня вас ждет всеми любимый Илон Маск, который рассказал, как будет устроено правительство первых людей на Марсе. KFC и Cooler Master выпустили игровую консоль-духовку для курочки. Ford воплотила в жизнь виртуальный спорткар. Hyundai случайно опубликовал характеристики будущего электромобиля IONIQ 5. NASA испытала колеса самого маленького коммерческого планетохода. Что ж, на эти темы мы поговорим сегодня в нашем выпуске. Не забудьте подписаться на канал, друзья. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Илон Маск надеется, что в ближайшем будущем люди смогут основать на Марсе колонию. Недавно Маск заявил, что, скорее всего, первый полет человека на Красную планету может случиться уже в следующие 6 лет. Также он рассказал, как человеческая колония на Марсе будет управляться. В пользовательском соглашении проекта Starlink сказано, что при предоставлении спутниковых услуг на Марсе, все стороны, в том числе предполагаемые колонизаторы, должны понимать, что Марс – это свободная планета. Ни одно земное государство не может объявлять о своем праве на Марс. Вопросы на планете будут решаться по принципу автономии, основанной на доброй воле. Маск также говорил, что, скорее всего, возможное правительство на Марсе будет сформировано в виде прямой демократии. Люди будут голосовать непосредственно по текущим вопросам. Они будут принимать решения через представителей, как во многих странах на Земле. Маск считает, что такой подход лучше, так как предполагает минимальную вероятность коррупции. Юристы, изучившие соглашение Starlink, впрочем, усомнились, что именно SpaceX сможет установить независимую марсианскую нацию. Похожие положения есть и в других космических договорах последних лет. Компании KFC и Cooler Master совместно разработали игровой компьютер KFC Консоль, который разогреет вам курочку, пока вы играете. Фактически, это консоль от Cooler Master, но с лейблом KFC и уникальным дизайном, который больше всего напоминает ведерко для куриных крылышек. По словам Cooler Master, компьютер готов к использованию системами виртуальной реальности, поддерживает ретрейсинг и игры в разрешении 4К. Но несмотря на достойную железную начинку, главная особенность KFC Консоль – это мини-духовка для курицы. Ни для кого не секрет, что на многих игровых компьютерах, и особенно ноутбуках, действительно можно греть еду. Настолько много тепла они выделяют. Но только KF Консоль решила использовать эту возможность по максимуму. Консоль задействует естественное тепло и потоки воздуха, чтобы разогревать примерно по два небольших крылышка за раз. Пока неизвестно, отводит ли система куда-нибудь пар от жареной курицы, которой работающему компьютеру совершенно ни к чему. Пока ничего неизвестно, когда совместное творение KFC и Cooler Master поступит в продажу. И поступит ли вообще? И сколько это будет стоить? В этом году проводился конкурс, участники которого должны были показать свое видение суперкара Ford. В результате виртуальный автомобиль победителя был воплощен в жизнь. Первого места в конкурсе удостоился дизайнер Ford Артуро Ориньо, который представил виртуальный спорткар Team Ford Zilla P1. Причем лучший суперкар выбрали путем голосования в Twitter. Сейчас же инженеры компании подготовили полноразмерный прототип задумки Артуро Ориньо. Машина оснащена стеклянной крышей, почти полностью закрытыми задними колесами, а также несколькими аэродинамическими деталями на корме. По словам дизайнера, при разработке концепта автомобиля, он вдохновлялся серийным спорткаром Ford GT. Длина полученного прототипа составила 4731 мм, тогда как в ширину он достигает 2000 мм, а в высоту 895 мм. Воплощение виртуального электрокара в реальный заняло 7 недель. В августе текущего года корейский автопроизводитель Hyundai анонсировал новый электромобильный бренд IONIQ, в рамках которого в ближайшие годы выйдут минимум 3 электрические модели. Первой моделью линейки станет компактный кроссовер Hyundai IONIQ 5. Основанный на угловатом ретро-концепте Hyundai 45, и компания довольно неожиданно и случайно объявила его характеристики и точную дату анонса. Электрокроссовер IONIQ 5 получит полный привод и электродвигатель мощностью 230 кВт и 313 л.с., способный на разгон до 100 км в час всего за 5,2 секунды. Емкость батареи не озвучивается, однако запас хода от полного заряда должен составить весьма неплохие 450 км по измерительному циклу WLTP. Батарея будет выполнена по 800-вольтной архитектуре. Она сможет заряжаться от обычной бытовой сети, от зарядной станции Wallbox и на скоростных зарядках постоянного тока, где сможет заряжаться от 20 до 80% емкости всего за 15 минут. Напомним, что в 2021 году помимо электрокроссовера IONIQ 5, в рамках нового бренда также выйдет седан IONIQ 6, построенный на базе еще одного ретро-концепта Hyundai Provency. В 2022 году будет представлен крупный кроссовер IONIQ 7, выполненный в той же стилистике, что и Provency. Компания AstroBotek Technology и NASA заявили о завершении одного из этапов испытаний миниатюрного планетохода Cube Rover. В будущем он сможет стать альтернативой более тяжелым устройствам и даже возможно принять участие в миссии Artemida 3. Вес полезной нагрузки сильно влияет на стоимость запусков, поэтому ученые стремятся сделать космические аппараты более легкими. Удачным примером могут служить кубсаты – малые искусственные спутники Земли, которые весят намного меньше среднего кирпича, до 1,3 килограмма, и покет-кубы, чья масса в 5 раз меньше, чем у кубсатов, до 250 грамм. Созданные планетоходы отличаются от современных небольшими размерами. Высота и длина самых маленьких Cube Rover составляет всего около 45 сантиметров, а вес – до 4 килограммов. Для сравнения, масса китайского лунохода Юйту-2, высадившегося в прошлом году на обратную сторону спутника Земли, составляет 140 килограммов при высоте порядка метра. Миниатюрный планетоход будет точно готов к 2024 году, как раз к старту третьего этапа программы Artemida, которая подразумевает пилотируемый полет на Луну. На этом все, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не жалейте лайков для него. Обязательно подписывайтесь на канал и советуйте этот канал друзьям. Также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ссылки на все наши полезные ресурсы вы можете найти в описании под видео. Ну а я буду с вами прощаться. С вами был, как всегда, Андрей. И я по традиции желаю отличного новогоднего настроения вам и вашим близким. Не болейте, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok